Привет, любимые! Помню, что где-то ровно год назад я снимала на этой же точке видео, рассказывала вам о своем новом уходе, о том, как можно похудеть благодаря правильному комплексному уходу. Но сегодня речь будет не об уходе, сегодня речь будет о моем плейлисте. Я никогда не делала подобных роликов, но я поняла, что вы часто просите меня, чтобы я скидывала вам ролики, которые я использую под видео, и вам, я замечаю, нравится мой музыкальный вкус, мне самой нравится, так же спасибо. Поэтому я решила сегодня вам продемонстрировать, показать песни, которые я слушаю на данный момент, и если вам зайдет эта рубрика, мы будем ее делать с какой-то определенной периодичностью. Так что, если вы еще не подписаны на мой канал и не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, у меня там много-много чего интересного и про медитацию, и про йогу, и про визуализацию, и про планирование. Так что подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь на ютуб-канал, не забывайте ставить палец вверх и, конечно же, на колокольчик нажимать, чтобы вы получали уведомления о моих роликах. Да, ролики выходят не очень часто, но мне кажется, что лучше, редко, но метко. Вот, поехали! Честно скажу, я музыкальный просто наркоман, то есть я реально не могу без музыки. Я просыпаюсь с музыкой, я живу с музыкой целый день, и я засыпаюсь с музыкой. Просыпаюсь я обычно не под энергичную музыку, я включаю медитацию или какую-нибудь музыку для пробуждения. Это, наверное, немножко не относится к моему плейлисту, но все-таки, если вам будет интересно, я включаю технику восстановления сил. Она реально очень круто работает, давайте вот просто кусочек из нее послушаем, и вы поймете, насколько она может вас зарядить на целый день, даже если вы проснулись в не очень хорошем настроении. Представьте, что вы стоите на вершине прекрасной горы, перед вами открывается бесконечный, бескрайний просмотр, и вы как мастерин, мастерин своего тела. Когда я слушаю эту аудиозапись, у меня просто мурашки по коже, и вот в те моменты, когда я теряю какое-то вдохновение или какую-то энергию, мне нужно срочно перестроиться, я включаю ее и просто нереально кайфую. Идем дальше в моему плейлисту, и, конечно же, зарядку я делаю под энергичные песни, которые просто будут взрывать мой мозг, и в последнее время я очень люблю слушать песню. Знаете, когда я ее включаю, у меня есть с определенными песнями определенные действия связанные, и под нее мне хочется качать пресс. Но я очень люблю именно конкретно припев. Ну и в принципе, всю песню там поется на лайте, но вот именно эту песню мне хочется слушать утром, качать под нее пресс, и такая на лайте, на лайте. Или под громкие басы, когда я еду быстро в машине на скорости, прям обожаю такие треки. Так, идем дальше. Любят Жигана. Они такие добрые. То есть... Я готов на все, тебя и детей, я готов на все. И вот подобные песни, может быть, они все на один лад, может быть, все они об одном и том же, все они о любви, но почему бы и нет? Наша жизнь, она создана для того, чтобы любить и быть любимыми, потому что все, что вокруг нас есть, оно создано, потому что человек что-то хотел создать, и он вкладывал в это душу. Господи, трек, который просто, он взрывает, у меня аж мурашки по коже, я вам сейчас объясню, почему же он мне так нравится, потому что на определенный момент музыки, мне кажется, что это как будто из фильма. И как будто бы девчонки такие... И девчонки такие... Вот он такой, знаете, на лайте, вот реально прям такой летний трек, хочется под него вот так... Tonight, hey, tonight мы сделаем, да? Этот трек сделал мое лето. Э, лето! Понимаете, что ваши песни, они напрямую на вас влияют, все на вас влияет, ваше питание, ваше настроение, ваши мысли, ваше окружение и ваши песни, которые вы слушаете. То есть, если вы, допустим, сейчас находитесь в... вы расстались с кем-то, да, и вы начинаете слушать грустные песни про любовь, да вы себя еще больше в это состояние загоняете. Поэтому, если... Тут какой-то странный звук, да? Ладно, будем записывать видео под звуки воды. Почему нет? Она успокаивает. В общем, если вы находитесь в грустном... Она начала больше здесь, да? В общем, если вы находитесь в грустном состоянии, друзья, не надо добивать себя грустными песнями. Наоборот, включайте какие-нибудь веселые песни. Но еще я люблю жесткие песни, типа... Обычно перед бизнес-встречами я слушаю какую-то жесткую музыку, чтобы я такая настроила, что я такая бизнес-лэйри. Вот. И, конечно же, если вам нет 18, закрутите меня. Ну, вообще, вы поняли, да? И вот такие жесткие. Я люблю в машине обычно их слушать. Также я люблю... Как я вам сказала, песни про любовь, я люблю песни про позитив. Она... Она нереальная. Вот, послушайте ее просто. Когда я эту песню слушаю, мне хочется реально показать вам солнце. Будьте позитивными в реальной жизни прекрасно. Самое прикольное, что солнце, да, оно светит нам всем. И оно не выбирает, кому светить, а кому не светить. Ну, я имею в виду, если вы, конечно, не из другой страны, и у вас сейчас не ночь. Вот если вы научитесь искренне, через любовь, даже тем людям, которые вам хотят, может быть, что-то плохое сделать, передать любовь. Я вас уверяю, либо эти люди от вас уйдут, больше их не будет, либо они изменятся, и также почувствуют вашу любовь и захотят стать такими же, как вы. То есть дарите людям любовь, и она вернется вам в солнце, и улыбку вдвойне. Я люблю очень вот люксоры какие-нибудь такие, типа. Зачем мне слушать такие песни? И это не специально, но я заметила, что после прослушивания песен, которые связаны с... Ну, типа, поется про девушку, какая она классная, какая она красивая, уверенность повышается. И там поется именно самые положительные качества этой девушки. Когда я слушаю, я понимаю, да, я вообще супербомба. И если у вас плохое настроение, вы послушали, вы себя программируете. Это вообще, по сути, люди же не понимают то, что песни — это то же самое, что аффирмации. Аффирмации — это повторение определенных фраз, которые вы хотите, чтобы либо пришли к вам в жизнь, либо они повлияли на вас, либо там что-то притянуть к себе. Песни — это те же самые аффирмации. Представляете, если вы поете песню... Вот, давайте, у меня есть грустная песня, я вас уверяю, все это нормально там, да. Понимаете, если вы слушаете такую песню, еще ее поете в мыслях, да, даже если в мыслях, а если еще вслух, то вы притягиваете за себя жизнь втройне, поэтому прекратите слушать такие песни, Виолетта удалит, трек из себя вообще. Я тоже, я прямо вот сейчас его взяла и взяла и удалила. Ой, вот это классная песня. И вот эта мне песня нравится. Ну, Джиган, опять про любовь, опять же тот же самый мотив. Ну, какой она добрый, ты сразу начинаешь верить в любовь. Вы слушаете, нас не остановят, мы как две ракеты на скорости света. У меня такие мурашки, просто ты вечно раздета. Ну, и вот как после этой песни не поднять себе настроение? У меня все сидело в мурашках, потому что я обычно представляю себе какие-то там идеальные отношения, да, там, что у меня все круто, мы там с своим молодым человеком летаем, строим бизнес по всему миру. Я знаю, что у меня такое будет, и оно притягивается ко мне, и все это работает. Давайте последний трек какой-нибудь. Еще я люблю слушать периодически американский рэпчик, типа вот такого. Сначала ты получаешь деньги, потом ты получаешь силу, респект. Чтобы вы не подумали, что я постоянно слушаю только русский рэп, да, или какие-то песни о любви, я также слушаю песни американские, которых часто оставляю в ролики, в видеоролики. Эти песни обычно такие мотивационные, их слушаешь и прям хочется рисовать, творить, вот что-то наподобие такой песни. Ну и напоследок, помимо треков, которые мотивационные, я слушаю треки, которые не напряжены, то есть те моменты, когда мне нужно прописать какой-то бизнес-план, прописать какой-то план на день, прописать план на месяц, ну или то, что не должно отвлекать меня словами, но должно создавать какую-то атмосферу в моем мозгу, да, это обычно вот такие вот треки, типа... Обычно это легкий бит. Или вот что-то вот такое. Ну, друзья, в принципе, я показала вам частичку своего плейлиста, я не знаю, насколько вам было это интересно или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы чаще видеть такую рубрику у меня на канале, и какой трек вам понравился больше всего, такой же ли у вас музыкальный вкус, нравится ли он, любые треки, которые вы слышите у меня в видеороликах, я специально для вас открыла свои аудиозаписи, вы можете на страничку Фантастико мне переходить, добавлять в друзья, и у вас будет аудиозаписи в открытом доступе, welcome, добавляйте. Музыка — это то, что вдохновляет меня, музыка сопровождает меня всегда, я вам рекомендую слушать классную музыку, в классных наушниках, да, или там, не знаю, просто музыку через телефон. Я вас всех очень сильно люблю, не забывайте подписываться на мой канал, оставлять комментарии и ставить пальцы вверх. Ну, а с вами была Виолетта Маурер или просто Ви, также на Инстаграм не забывайте подписаться. Я вас всех безумно сильно люблю, обнимаю, давайте я вас всех обниму. Учим, давайте обнимемся. Все, всем пока и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok